Здравы, будьте люди добрые! Сегодня мы, как обычно, будем разбирать Вернее, не как обычно, а сегодня мы как раз будем разбирать Последний миф Из Веды Велеса, из книги Каляды Который называется Велес и Сида Как и абсолютно каждый миф нашей славянской мифологии Этот миф интересен по своему содержанию и многогранен То есть имеет много уровней понимания Как и каждый миф или сказка, он, конечно же, чему-то учит или что-то объясняет Попробуем же и мы снова разобраться и проникнуть в мудрость наших предков Так, миф называется, говорю повторяю еще раз, Велес и Сида Как состарился мудрый Ра, и десница его ослабла Стал он думать, кому вручить колесницы солнечной вожи, кто сумеет на небе править золотыми его конями И сказал, отдать я желаю трон свой Велесу, сыну старшему, кто ж сумеет лучше его колесницей солнечной править Как про то волыня узнала, горчилась несказанно и сказала так богу солнца Если вправду ты меня любишь, дай тогда ты мне обещанье, что мое исполни желание Поклянись горой латырской и смородиной черной речкой Клятву дал тогда Ра Великий, клялся он горой латырской и смородиной черной речкой И тогда сказала волыня, если только ты меня любишь, то мое исполни желание Пусть золотой колесницей солнца правит сын наш, Великий Хорс Ты вручи ему золотой венец Опечалился светлый Ра, как же быть нам с Велесом Рамной Изгони ты сына коровы вместе с вилой в лес дремучий Если только меня ты любишь, ты мое исполни желание Промолчал тогда Сурья Ра и не стал волыня перечить Слово данное не воротишь Он призвал корову Зимун Повинился Ра перед нею Передал последнюю волю Трон его займет Хорс Великий Сын же Велес уйдет в изгнание И Зимун, корова небесная, осерчала на бога Ра И его на рога подняла Так стал Ра небесной рекою Той, что Яфь и Нафь разделяет И протек Ра рекою с Уральских гор Ну вот какие выводы мы можем сделать Прочитав эту небольшую часть мифа Первый сын Солнца Ра это Велес Рожденный от Сурья Ра и Мелфи Дочери Зимун Что означает И это означает рождение первого предка человечества Рождение души То есть душа человеческая Которая рождается при соединении Духа Божьего Сурья Ра и материи Мелфи Ну или Зимун В разных вариантах Часть Сурья Ра в душе Это духовная часть А часть Мелфи это инстинктивная часть души Вот эту Именно эту темную То есть неосознанную рефлекторную часть Мы должны преобразовать Через осознание своего опыта Очищать, очеловечивать этого зверя Ставя на службу духовной разумной части Творца в нас И немного отступая от темы Хочу сказать Именно поэтому Что инстинктивная часть Материальная, материнская, женская Должна стоять на службе духовной части То есть инстинкты должны подчиняться Разумному началу Именно поэтому По аналогии Женщина в семье должна служить мужчине Если мы говорим об устройстве семьи С точки зрения неких космических законов Естественно Она должна служить мужчине не как рабыня Все должно происходить по любви и осознанно Женщина поддерживает мужчину А он служит родине и своему роду И мужчина должен вести себя так Или делать так Чтобы женщине Было в радость хранить Семейный очаг Заботиться о нем и детях Мужское и женское Это два равноправных космических начала Но у каждого из этих начал Своя роль Если мы будем играть чужие роли То не будет в нашем мире гармонии и единства Впрочем это очень длинная тема Рассуждать можно долго Мы же пойдем далее Второй сын Сурьера Это Хорс Бог солнечный Или звезда Звезда у нас Всегда считалась Физическим проявлением Бога В нашем трехмерном мире Что значит звезда Хорс Рожденный Волыней Второй женой Ра Ну с моей точки зрения Я думаю что в какой-то момент Своей жизни Ра Образовал Или родил Звезду Хорса В некой области космоса Называемой нашими пращурами Морем Волынским Потому что космос Он в принципе похож На море Но мысль здесь Вот какая основная Получается что И Велес И Хорс Братья по отцу Ра Это значит что Человек и звезда Есть братья по отцу Только в душе звезды Или в его сути нет Материя Мелфи Либо она преобразована В такое качество Как любовь Темная материя Проявляется как страсть Преобразованная Как любовь Когда-то говорили Что пращуры Смотрят на нас Глазами звезд Теперь Мы понимаем Что означают Эти слова Итак Основная мысль Что душа человеческая Или человек И звезда В космосе Это два брата Ну или два родственных существа По отцу Далее в мифе говорится Что Зимун подняла Ра На рога Это выражение означает Умирание физического тела Что же Несмотря на то Что Ра Это звезда У звезд тоже Ограничено время Пребывания в мире Яве После же своей смерти В качестве звезды Ра стал рекой Стал служить в мире Яве В качестве источника воды Что вполне укладывается В миропонимание Наших пращуров Реку Ра Называли священной Есть версия Что на нашей планете Это река Волга Но эта информация Требует проверки Я же могу сказать Что Что реки Берущие свое начало С наших уральских гор Это реки Урал Кама и Печора Это из основных Крупных рек Урал из них Самая крупная И она служит Граница между Европой и Азией В мифе Как раз и говорится Что Ра-река Это граница Между Явью и Навью Возможно Речь идет О реке Урал Или же Возможно О реке Ками Которая как раз Впадает в Волгу И тогда Можно сказать Что Волга Это Ра-река Ну и еще Один совет царям Если хотите Поменьше ссор В семье То женитесь На одной женщине И рожайте детей Именно от одной женщины Иначе Не избежать Сложных ситуаций Относительно Наследства И наследования Трона А если серьезно То тут Разыгралась Настоящая мистерия Возникают вопросы Почему Ра Любил Волыню Больше чем Мэлфу И почему Он ее Послушался Вопреки Всеобщему Закону Что трон Наследует Старший сын В семье Может все Дело в том Что Велесу Человеку Еще нужно Было Стать звездой Но продолжим Читать Далее Как узнали О воле Ра Велес Мудрый И Вилла Сида Завернулись В бересту И отправились В лес Дремучи Хорс За ними Бросился Следом Как догнал Он их На колени Пал Брат мой Велес Прошу Вернись И займи Трон Красного Солнца Старший Ты По праву Трон Солнца Твой Но ответил Так Мудрый Велес Ра Отец Решил По-иному Нам же Следует Подчиниться И его Исполнить Желание И сказал В ответ Хорс Великий Дай тогда Мне свои Сапожки Я на трон Золотой Их Поставлю Чтоб Твоим Мне Именем Править Дал тогда Буквелес Сапожки Тоже Интересная Часть Мифа Здесь Хорс Как раз И говорит Что Человек Звезда Это Братя Вот он Обращается К Велесу Братну Здесь То пусть Твои Сапоги Будут Стоять На троне Когда Ты Ею Станешь Кстати В понимании Наших Прощуров Это и был Путь Ярга Путь Звезды Ты займешь Свой трон По праву А ведь Получается Душа Душа Человеческая Была Сотворена Или Рождена Первой А уж Потом Звезды Согласны Этому Мифу Потому Что Велес Был Старший Сын Еще Символики Сапогов В астрологической Традиции Сапоги Обувь Связаны Со Знаком Рыб А ведь Именно Те Кто Познал Закон Знак Рыб Рождает В себе Качество Сына Божьего Это Такое Звездное Качество То есть Душа Становится Светом Ну А возможно Хорс и Велес Просто договорились Что Велес То есть Душа Человеческая Начнет Свой Духовный Путь Путь Восхождения Отсюда И символ Сапоги Вот Ступают Велес И Вила По горам Лесам И долинам И дошли До речки Смородины А вдоль Берега Речки Быстрой Кости Свалены Человечьей Бурлит Она И клокочет Велес С Вилой Встали У речки Тут Пред ними Яга Явилась Как узнала Велес А буря Сердце Вспыхнуло Прежней Страстью Не могу Бога И до самой И ему Ее рога Золотые Вплетены Самоцветы В шерсть Ты Скачи Быстрой Ланью Буря И пред Велес Появись За тобою Он побежит По горам Лесам И долинам Я ж тогда Владею Сидой Поскакала Быстрая Буря Тело Лани Приняв Явилась Пред Велес Яснооким Велес Вскинув Лук Поспешил За той Злоторогой Ланью Он Преследовал В поле Зверя Он Бежал Лесами Дремучими Брел Болотышками Зыбучими И Взбирался В крутые Горы И пустил Стрелу Свою Велес Что без Промаха Бьет По цели И попал Стрелой Волховницу Видит Он Вот Ланя Бернулась В деву Что Истекает Кровью Я Любила Тебя Мой Велес И Стрелу За то Получила За сей Дар Последний Спасибо А тем Временем Царь Кощей Перед Вил Осида Я Князь Мы Великий Кощей Есть Во черных Горах Мой Замок В черном Замке На черном Троне Будешь Ты Алмазом Сиять Если Станешь Моей Женою Но Ему Ответила Осида Пусть Обрушатся С неба Звезды И Огонь Водой Обернется И Земля Смешается С небом И Померкнет На веки Солнца Только Мужа Я Не Покину Как Корова Сойдясь Быком На козла Его Поменяет Как Медведица От Медведя В Волчьи Логова Побежит Кто Кто Сам Поменяет Мед На Болотную Греасетину От Крощей Обросила Сида Но Догнал Ее Вия Сын И Схватив За Волосы Поднял И Понес Ее Над Землею И Увидел Их В темных Тучах Коршун Птичий Великий Царь Он Набросился На Кощея Терзал Злодея Когтями Отпусти Полуночник Сиду Ты Жену Мужа Похитил И Тебе Не Будет Пощады Тут Кощей Выхватывал Меч Отсекал У Коршуна Крылья И Упал Он Камнем На Землю Взвился Вверх Кощей Черным Змеем Полетел Как Выхр Над Лесами Над Долинами И Горами И Достиг Он Черной Горы Здесь Стоит За Тыном Железным И Зарвом Наполненным Кровью Грозный Замок Черного Бога Как Вернулся С охоты Велес Видит Нет Жена Его Сиды И Лежит Перед Ним Горою Истекающей Кровью Коршун Поразил Меня Черный Бог Он Узнес Прекрасную Сиду Где Искать Их Воскликнул Велес И Кивнула Птица Главою Указав На Юг Направление И Точа Свой Дух И Спустила И Закрыла Ясные Очи Преисполнен Тяжкого Горя К югу Бросился Бунный Велес Он Бежал Долами Широкими Все Шагал Лесами Дремучими И Болотами Брел Зубучими Видит Он В чащобе Медведь Дай-ка Я Его Подстрелю Много Дней Не Ел Я В Дороге Поднял Велес Волшебный Лук Но Медведь Ему Слово Молвил Не Буйный Велес Я Тебе Еще Пригожусь И Не Тронул Велес Медведя Побежал Опять По Дороге Видит Он Вот Тур Длиннорогий Вновь Поднял Свой Лук Буйный Велес Но Ему Тур Так же Взмолился Не Стреляй В Меня Буйный Велес Я Тебе Еще Пригожусь Пожалел Он Тура Лес Снова Побежал Опять По Чащобам Видит Он Вот Волк На Дороге Поднял Лук Но Волк Ему Молвил Не Стреляй В Меня Буйный Велес Я Тебе Еще Пригожусь Пожалел Бог Велес И Волка А Потом Дошел До Высокой Горы До Озерной Чистой Воды Тут Навстречу Велес Вышел Сарь Лесов И Гор Святи Бор Знай Бог Велес Тебе Отныне Все Лесные Звери Подласны Все Откликнутся На Призыв Твой Коль С Кощеюшкой Вступишь В Битву И Пошел Буйный Велес Дальше Ветер Леветки Клонит Или Вихрь Листья Срывает Под Горой Речки Студеной То Не Вихрь Вьет И Не Ветер Кружат Здесь Под Горой Русалки Двор Городят И Строят Терем Вместо Бревен Кладут В основу Старцев С Белыми Бородами Не Кирпич Кладут Малых Деток Не Под Порочки Жен С Мужьями Из Делают Крышу Из Девчоночек Черепицу Двери Из Парней Неженатых А Кошечки Из Невест Велес Велес Вот Тихий Ветер Шевельнул Листву Деревьев Это Виллы Русалки Виллы Закружились В Хороводе И Не Видел Ты И Не Чуял Понесло Тебя Закружило В Хороводе У Быстрой Речки Пляшет Велес И Горько Лусиду Пролетел Он Здесь Черным Змеем И Цветы Опались Деревьев И Пожохло Все В Поле Травы И Воды В Реке Замутились И Добавила Старая Друда Ты Ступай Как Черному Морю Ко Великой Черной Горе Там Во Черном Замке Кощея Ты Найдешь Жену Свою Сиду И Возьми Гведонушка Велес Ты Волшебный Жезл Старой Друды Как Подымешь Жезл Над Собою Призовешь Всевышнего Бога В тот же час Русалочи Войско Из Могучих Стойких Деревьев Поведешь Ты Вслед За Собою И Явился К Морюшку Велес Видит Птицы В небе Парят Дети Коршуна Гамаюна Мы Поможем Тебе Корович Видит В Полюшке Туры Скачут И И Идут Из Чащи Медведи Из Леса Темного Волки Велес Мы Поможем Тебе И Взмахнул Гведон Жезлом Друды И Призвал С Вышнего Бога И Покуда Он Волховал Появилось Лесное Войско И Легли Русалки Деревья Через Морюшка Словно Мост И Тогда Гведон Ушковелес Перевел Войска Через Море К Великой Черной Горе Видит Он Пред Собой Замок Огороженный Черным Тыном Видит Рвы Окружают Замок И Кишат В них Хищные Змеи Видит Он У Навьи Оборот Нюрдалаки Змеи Лами И Драконы Среди Луной Средь Туч Сам Кощеюшка Черный Витязь И Вскричал Бог Велес Великий Я Пришел Очистить От скверны Белый Свет И Черные Горы Истребить Все Черное Войско И Разрушить Замок Кощея Выходи С Инбия На бой И Сошлись Войска В чистом Поле Налетели На Птиц Налетели Ястребы Соколы И Орлы И Совы И Коршуны В бой Повел Их Велес Осила Среди Дня Обернувшись Сиреном Ночью Темным Птицею Филином Тьмы Медведей И Тьмы Волков Ясный Свет Затмевая Пылью Набежали На стан Кощея В бой Повел Их Бурюшка Велес Ясным Днем Медведушкой Бурым Ночью Темной Серым Волком Со Медведями И Волками Прискакали Ярые Туры Днем Повел Их Тавр Быкоголовый Ночью Темную Бог Гведон То Негром Гремит И Нешум Идет То Бегуч Бегут По Полю Деревья Впереди Всех Войнов Велес Обернувшись Сильную Елью И Есть сокрушев Вокруг Страшен Строй Могучих Деревьев Обтекая Черные Горы Все Собой Они Запрудили Птицы Нави Всех Разогнали Волкодлаков Побили Волки А Медведя Медведи Лютых Драконов Туры Всех Иных Потоптали И Воротушки Сокрушили И Сошлись Велес С Кащеем И Дарился Меч О Меч И От Звона Того Удара Содрогнулась Земля Сырая И Потряс Небесный Свод Вот Сошлись Афилин И Ворон Внук Седуни Внук Зимун Вот Сражаются В чистом Поле Красное Солнце И Ясный Месяц Вдруг Свой меч Опустил Кащей Улыбаясь Врагу Во мраке Велес Голову Снес Кащея Только Видит Вместо Упавшей Там Явились Две Головы Стал Каще Сильнее Выше Еще Раз Ударил Велес Снес Кащею Две Головы Вот Их Стало Уже Четыре И Возопил И Раздался Голос Всевышнего Велес Битва Твоя С Кащеем Будет Вечной Бессмертный Он И Кащея Тебя Не Осилит Ибо Прав Ты И Кащея Тебя Не Осилит Ибо Прав Ты И Чистый Свят Пусть В одном Своем Воплощении Вечно Будешь Ты Здесь Сражаться А В другом Вместе С Вилой Сидой Будешь Праздновать Ты Победу И Восславили Боги Рамну И Цветы Посыпались Неба И Явилась Перед Гведоном Сида Из Далеких Пещер И Была Великая Радость На Земле И Вырии Светла И Взошли Велес С Вилой Сидой На Волшебную Колесницу Ту Что Принесла Гамаюн И Поднялись Из Царства Темного К Свету Белому К Солнцу И Отныне Все Славят Велеса Кощеюшку Проклинают Поминают Вилу Сиду И Всевышнего Прославляют Итак О чем Си Миф Если Посмотреть На него В целом Опуская Некоторые Интересные Конечно Детали О Мифсе Собственно Говоря О Нашем Взаимодействии С Инстинктивной Частью Души И Об Человечения Зверя Внутри Нас А теперь По порядку Итак Главные Герои Мифа Велес Вилла Сида И Буря Яга Ну И Кощей Конечно Вилла Сида Это Светлая Часть Души Буря Яга Инстинктивная Хранящая Первичные Чистые Инстинкты Позволяющие Сохранить И Продолжить Жизнь Но Ведь Именно Из-за Рефлекторного Разума Этой Половины Ее Можно Заразить Различными Низкочастотными Эмоциями И Увести С пути И Вот Герой В данном Случай Велес Сталкивается Со Своей Инстинктивной Звериной Частью Души В виде Буря Яги Она Не Думает Она Сразу Заявляет Ему О Своих Желаниях А Духовную Часть Виллу Сида Хочет Поставить На Служение Себе Пусть Вилла Сида Будет Нашей Рабою То есть Она Хочет Чтобы Инстинкты Управляли Разумной Частью На Что Мудрая Сида Отвечает Ей Что Я Не Стану Твоей Рабыни Ибо Духовная Выше Инстинкта Как Творец Выше Материи И Добавляет Что Мы С тобой Роднее Чем Сестры То Здесь Вилл Сидой Провозглашается Мысль Что Сознание И Подсознание Должны Дружить Духовно И Инстинктивно Должны Служить Общему Благу Развитию Человеку Человека А не Враждовать Между Собой Однако Яга Инстинкты Хотела Властвовать Инстинкт Не Был Удовлетворен Что Делает Велес Он Не Договаривается Со Своим Инстинктом Не Пытается Примириться Своей Разумной Частью А Просто Отшвыривает Отказывается От Этой Темной Звериной Части Самого Себя Предпочитая Статься Только Разумным Только Со Своей Виллой Сидой Но Миф Учит Нас Мудрости Если Человек Отказывается Совсем От Своего Инстинктивного Начала Это Начало Отвергнутое Человеком Перестает Слушаться Разума Совсем И идет Искать Помощи У Кащея То есть У темных Сил При этом Конечно Возникает Серьезный Конфликт Внутри Души Человека Кащей Превращает Инстинкт Человека Уже Совсем Зверя Как он Превращает Югу В лань И тогда Человек Забыв Бросив Свою Разумную Светлую Часть Души Начинает Охотиться И следовать Только за Своим Инстинктом Ну Тот Момент Когда Вилес Преследует Лань Забыв О Виле Сиде А тем Временем Кащей Похищает Светлую Часть Души То есть Здесь Показан Перекос Который Мы Наблюдаем В поведении В нашем Поведении Одни Все Неприемлемо Что Происходит Дальше А дальше Вилес Убивает Лань Которая Умирая Превращается В Деву То есть Очеловечивание Внутреннего Зверя Зверя Он Убивает И Остается Дева То есть Очеловечивание Внутреннего Зверя Все Таки Происходит За что Яга Говорит Ему Спасибо Но Все Таки Вилес Почти Теряет Эту Звериную Силу Инстинктивную Как Мы Видим В мифе Написано Что Дева Едва Живая Истекает Кровью И Эту Силу Тоже Надо Восстанавливать Очеловечивание Яга Говорит О любви Что Она Любила Вилес Потому Что Любит Именно Отдухотворенная Материя В нас Именно Эта Часть Души Получается Что Вилес Человек Потерял Жизненную Силу Связанную С инстинктом Но Пока Гонялся За Этим Кощей Усыпил И Образно Забрал И Его Духовную Часть Что Делать В Таком Случа Вилес Отправляется На С Кощеем Силу Которого Он Привлек Отвернувшись От своей Инстинктивной Природы Оттолкнув Часть Себя Чем И Воспользовался Кощей И Впоследствии Не мог Справиться С этими Стихийными Силами Что 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 Привело К Утере Духовной Часть Души Вилы Сиды Велес Идет Освобождать Вилу Сиду И Теперь Ему Придется Сразиться С Самим Кощеем Инстинктивная Часть На самом деле Как мы Увидим Далее Тоже Выступает На стороне Человека В его Борьбе Со Злом Но При Условии Если Человек Не Отворачивается От Своих Инстинктов А Сотрудничает С ними Ставя Наверх Все Таки Ставя Наверх Разумность В противном Случай Этим Пренебрежением Может Воспользоваться Кощей То есть Темные Силы Поскольку Инстинктивная Наша Часть Она Легко Ее Ввести В заблуждение Там Нет Логического Как бы Разумения То Естественно Темные Силы Могут Пользоваться Тем Что Она Вот Такая Брошенная И Отвергнутая И так Далее Как В русских Сказках Герой Встречает Разных Существ Из Животного Царства Но Несмотря На Свой Голод Сохраняет Им Жизнь По Их Просьбе И Получает Вознаграждение За свою Доброту В виде Помощи От Царства Природы Согласите Что Голод Это Тоже Проявление Инстинкта Выживания Однако В данной Ситуации Велес Уже Поступает Мудро Он Вопреки Своему Инстинкту Сохраняет Жизнь Другому Существу Несмотря На Свой Голод Но Понятно Что Это Было Не Критическое Но Все Же Крайняя Ситуация Инстинкта Которые Человек Научился Что Пренебрежение Сексуальным Инстинктом Вообще Ведет К тому Что Рано Или Поздно Человеку Сносит Крышу И он Пускается Во все Тяжкие По этому Поводу Чем Непременно Могут Воспользоваться Темные Силы И усыпляет Дух Человека А с другой Стороны Если Ты Пренебрег Инстинктам И это Спасло Кому Тож Жизнь То За Это Ты Получаешь В награду Огромную Природную Силу То есть Ты Становишься Сильным И Эта Приобретенная Сила Помогает Тебе В борьбе Со Злом За Свою Духовную Часть Души Своей Инстинктивной Частью Мы Связаны С Природой Получаем От нее Силу Разрушая Же И Загрязняя Природу Мы Лишаемся Сами Силы Мы Разрушаем Сами Себя Интересно Окончание Мифа Исход Битвы Между Сыном Зимун И Сыном Козы Седун Несмотря На Свою Силу Которую Восстановил Велес Благодаря Правильному Отношению К своей Инстинктивной Части Он Не Смог Победить Коще Так же Как и Коще Мне Думается Велес Не Смог Его Победить Потому Что Одной Физической Силы Одних Инстинктов Для этого Маловато Нужная Сила Духовная Она Была Отобрана Украдена У Велеса На тот Момент И Коще Остается Бессмертным Пока У Человека Не Будет Достаточно Духовной Силы Чтобы Победить Его Для этого Человек Приходит В мир Яви И Сражается С Кощеем Приобретая Духовную Силу При условии Осознанного Отношения К жизни А зачем Человек В случае Своей Ну пусть Маленькой Но победы Над злом Празднует Эту победу В светлом Ирии Таким Образом Вращается Колесо Перевоплощения Душ В мире Яви В заключении Хочу Сказать Подводя Итог Наши Инстинктивная Часть Это зверь Которого Нельзя сажать В клетку Морить Голодом Или тем более Забивать До смерти Так вы Лишаете сил Или же Инстинкт Возьмет Над вами Вверх Над вашей Разумной Частью Но этого Зверя Нельзя Выпускать На волю Чтобы он Делал Все Что Хочет Так вы Сами Превратитесь В зверя А что Что же С ним Делать Его Надо Очеловечивать Приручать Ставить Подразумное Руководство Тогда Подсознание Будет Сотрудничать С сознанием Что Приведет К увеличению Силы Человека И поможет Исполнить Своё Предназначение Благодарю Всех За Внимание Продолжение следует